— Господин Фрешинский, а как вы думаете, о чем могут быть вот эти вот доклады Путина перед ФСБ, вот те самые закрытые, которые проходят, по вашим словам, вероятно, регулярно? — Ну, это же, конечно, будет спекуляцией с моей стороны, но тем не менее, коллегия ФСБ существует с 1918 года. Это своеобразное политбюро. То есть вот было политбюро в Советском Союзе, политбюро ЦК КПСС, а в нынешней России есть коллегия ФСБ, которая как политбюро управляет Россией. Эта структура, не нужно ее недооценивать. Это люди, которые реально могут снять завтра Путина от власти, отстранить Путина от власти. Там 18 человек, по-моему. Ну, как в последний раз, когда я проверял, было 18, я не знаю, может быть, они меняют состав. У них, как сказать, в феврале 1922 года была начата программа, по крайней мере, ну, ее, наверное, финальная стадия, как они считали, по захвату Восточной Европы. Вот не нужно как бы недооценивать. По захвату Восточной Европы и, соответственно, по стратегическому переориентированию России. Потому что после захвата Восточной Европы Россия наконец-то поднималась уже на уровень бывшего Советского Союза. Вот в этом состоял план Блицкрига, начатый 24 февраля 1922 года. И я не знаю, как в календарном смысле они определяли эти сроки, но я подозреваю, что месяца 2-3 отводилось на полную оккупацию Украины. Дальше, может быть, месяц на захват Молдовы, выход в Приднестровье, соответственно, захват Молдовы. И дальше Российская Федерация объединенными войсками России, Белоруссии и Украины, еще и Приднестровье, планировала двинуться в страны Балтии. Потому что у НАТО, как не было в Европе обычной армии, таких обычных видов вооружений, так и до сих пор нет. Хотя сейчас уже надо этим работать, сейчас ситуация лучше, сейчас создается, увеличивается армия, сейчас все увеличивают бюджеты, уже как бы лед тронулся. Но на февраль 2022 года у НАТО армии не было в Европе, а как мы знаем, больше всего на свете Европа и правильно боится ядерного столкновения. Поэтому ядерную войну с Россией никто бы не начинал бы, а в смысле обычных видов вооружений была как бы вторая армия в мире, которая была сосредоточена и двинулась бы спокойненько в Восточную Европу. Другое дело, что на примере войны с Украиной, через год кровавой войны мы знаем, что нет никакой армии второй в мире, что Россия не в состоянии воевать, что она не в состоянии захватить даже Украину. Но это мы сейчас все знаем. А в феврале 2022 года, когда принималось решение о вторжении в Украину и о начале вот этой большой войны по молниеносному захвату Восточной Европы, никто этого, естественно, не знал. Ни Путин, ни западные разведки, никто не знал, что вторая армия в мире будет заторможена Украиной и не сможет продвинуться там никуда. Ведь за год войны, будем откровенны, всегда агрессор, когда он начинает атаку, имеет серьезные преимущества. И, ну, нет ничего удивительного, и с военной точки зрения нет ничего неправильного, что Россия там в первой неделе месяца войны продвинулась и захватила там, я уж не знаю сколько, 20% украинской территории. Это все совершенно как бы нормальный с военной точки зрения момент, что ненормально, что после года военных действий Россия на самом деле не смогла не продвинуться никуда. И даже наоборот часть этих захваченных территорий потеряла. Вот это абсолютно с военной точки зрения ненормально, потому что если мы посмотрим на историю Второй мировой войны, мы увидим, что произошло за первый год Второй мировой войны. За первый год Второй мировой войны, если иметь в виду Советский Союз, он захватил страны Балтии, захватил Восточную Польшу, захватил часть территории Румынии и захватил часть территории Финляндии. И дальше еще планировал двигаться, двигаться дальше, дальше и дальше, просто с Гитлером Сталин не смог договориться. А если иметь в виду Гитлера, то за первый год войны хватил Западную Польшу и практически всю Западную Европу. Это был результат первого года войны у Сталина и Гитлера. И посмотрите, какой результат первого года войны у Путина. Нулевой. Поэтому дела у них плохи, будем откровенны. Другое дело, что они до сих пор разрушают Украину с воздуха, до сих пор убивают украинцев. Им абсолютно все равно, сколько класть своих. И война принимает затяжной оппозиционный характер. Но с точки зрения стратегической, ходов у Путина нет. Ну именно поэтому мы и говорим, что сейчас жизнями украинских военных, простых украинцев, которые погибают в своих домах, мы платим цену за безопасность европейского, в принципе, континента. Очень интересная была история. Спасибо, господин Флештинский, что поделились. Давайте еще хотелось бы вернуться к персоне Кадырова. Вот вы говорили о том, что вы можете предположить, что в дальнейшем, после того, как Путин будет отстранен или умрет, как только он не будет при власти, то тот же Кадыров может подвергнуться ликвидации. Уже сейчас некоторые аналитики, западные СМИ, в том числе и таблоиды, говорят о том, что Кадырова могли отравить. Но мы сейчас даже не будем конспирологию разводить. Просто давайте по факту. Видели сегодняшний визит Кадырова к Владимиру Путину. Ну, душераздирающее зрелище, то есть сидит Путин, схватившись, вцепившись за стол, глаза еле приоткрыты, напротив него Кадыров, опухший, как говорят, из-за серьезных проблем с почками. Дрожащими руками держит какой-то конспект, по которому читают доклад перед Путиным. На пальце журналисты рассмотрели прибор, который измеряет количество кислорода в крови. Если сейчас, опять-таки, не вдаваться в конспирологию, просто вот я бы с точки зрения политтехнологов Кремля, хотя у меня нет, конечно, такого образования, подумал бы еще, стоит ли такое протокольное видео вообще публиковать. Потому что действительно выглядит, что российский президент, что глава Чечни там, ну очень плохо. Зачем такие видео публикуются? Зачем вот, например, сегодня нужно было обязательно вот этого опухшего Кадырова садить за стол с Владимиром Путиным? Ну, прежде всего, все такие встречи готовятся заранее. И, наверное, ни Кадыров не склонен был звонить Путину и говорить, что извини, дорогой, у меня ангина. И Путин, наверное, не стал бы говорить Кадырову, что извини, я плохо себя чувствую. А дальше происходит эта протокольная запись, и кто-то из тех, кто ее делает, должен набраться смелости и сказать Кадырову, что он вообще опухший после, я уж не знаю чего, и что его в таком виде в эфир не пустят. Или Путину должен сказать то же самое примерно, и про Путина должны тоже сказать, что они плохо выглядят. Я думаю, что таких смелых людей там уже не осталось, что все как бы смелые люди уже давным-давно уехали. Нет там человека, который готов сказать, что Путину, что Кадырову, хоть одно как бы такое неприятное словечко. Наверняка они сказали ему наоборот, вы прекрасно выглядите, друзья. Сейчас мы эту запись вот прямо в эфир и даем. Я думаю, что это то, что происходило. Недавно вот Кадыров жаловался на то, что его помощника пытались отравить, причем таким шпионским методом, отправили письмо с ядом, и если вовремя не заметили, то этот помощник погиб. И вот эти вот в аккурат как раз поступают заявления о том, что возможно там спровоцированы проблемы с почками у Кадырова из-за опять-таки там отравления. Вы можете предположить, если говорить опять-таки, ну вот предполагать, кто бы сейчас мог хотеть ликвидации главы Чечни? Кремль, например, официальный, ну если говорить о Владимире Путине, в этом заинтересован? Нет, конечно. Нет, конечно. Единственная причина, по которой Кадыров как бы в седле, это Кремль. Ну, он там еще из Катары тоже получает деньги, но это уже другие как бы дела. Безусловно, Путин заинтересован в Кадырове, потому что никто, кроме Кадырова, не сможет обеспечить Путину такой уровень послушания в Чечне. И безусловно, Кадыров заинтересован Путине, потому что Кадыров получает от Путина деньги, необходимые ему для стабилизации ситуации в Чечне. Ну, а как вы считаете, то, что сейчас авторитет Кадырова так растет и укрепляется, может кого-то напрягать среди вот тех самых личностей, которые, по вашим словам, действительно правят в России? Ну, не очень понятно, что значит авторитет растет и укрепляется. Понимаете, мы же сейчас без обратной связи, да? Вот нам что-то показывают, нам показывают Путина, который что-то говорит, нам показывают Кадырова, который что-то говорит, там Пригожина, который что-то говорит, там Киселева, который что-то говорит. Ну, они это куда-то говорят, в какой-то рупор, да, и мы видим, как они это говорят, мы слышим то, что они говорят, мы пытаемся там анализировать или думать на эту тему, но кому они это все говорят, мы же не знаем. И мы не знаем, что думают об этом те люди, которым они это говорят, вообще слышат ли они их, видят ли они их, понимаете, поэтому я не думаю, что у Кадырова вырос авторитет за последнее время больше, чем он был в Чечне, потому что в Чечне все держится на крови и на деньгах, как было, так и есть. Я не думаю, что после 22, после 24 февраля, ну, может быть, не после 24 февраля, но, скажем так, после 24 февраля плюс 6 месяцев или плюс 4 месяца в России у кого-то с тех пор вырос авторитет. Я думаю, что это просто не так, что в России сейчас авторитета, ну, в общем-то, ни у кого нет. Вот о восприятии войны в российском обществе еще хотел бы поговорить. Опять-таки, возвращаясь к Институту конфликтологии и анализа России, у них, кстати, данные очень сходятся с Левадо-центр российским. По их данным, через год войны почти 70% россиян положительно отнеслись бы к завершению так называемой специальной военной операции хоть завтра. Но при этом практически такое же количество людей считает, что страна движется в правильном направлении и начинать войну все же нужно было. Как вот это коррелироваться может? Ну, тоже, я думаю, ответ на этот вопрос достаточно прост. А ведь Путина, если мы спросим сегодня, готов ли он остановить войну, он на это искренне ответит, что вот прямо сейчас готов, завтра готов остановить войну. Вопрос же в том, на каких условиях. И я думаю, что если эти условия будут озвучены, да, вывод российских войск, границы 2013 года, репарации, военные преступники под суд. Ну, вот хотелось бы узнать, какой процент опрашиваемых на вот этих условиях хотят остановить войну. Господин Фрестинский, на финал тоже вопрос, который хотелось бы с вами как с историком обсудить. Вот сейчас мобилизованные в России регулярно снимают видеообращения, значит, командованию военному к руководству о том, что там их недостаточно тренируют, недостаточно снабжают. Это я даже не говорю сейчас о вагнерцах. И вот российская оппозиция, она часто призывает этих военных, мол, что вы не на тех жалуетесь. Говорят, мол, виноват это в первую очередь не командование даже военное, а правительство, которое развязало эту войну, которое отправляет вас в бой. И вот здесь сразу мне вспоминается в интервью бывший спичрайтер Владимира Путина, Аббас Галямов. Интервью с ним, кстати, можно посмотреть на YouTube-канала Дмитрия Гордона и в гостях у Гордона. Он привел отличный пример, что до Великой Французской революции большинство подданных короны тоже хвалили, пели оды, значит, правительству, а потом ту самую корону сами повели на плаху. И вот как вы считаете, если завтра с телевизоров начнут говорить, что Путин плохой, Путин развязал войну, вот сейчас можно наладить отношения с Западом, может ли этот народ, те самые три-четыре четверти, о которых мы говорили в начале, сами же, грубо говоря, отвернуться от президента Российской Федерации и фигурально, или даже в прямом смысле слова, отвести его на плаху? Ну, во-первых, я думаю, что больше этого народа, она уже уехала из России, и там остались люди наименее энергичные и максимально согласные с тем, что делает Путин. То есть, по крайней мере, там остались люди, которые комфортно себя ощущают в том состоянии, в котором сейчас находится Россия. Я не думаю, что мы сможем увидеть, ну, революционные движения, направленные на свержение Путина. Господин Ферчинский, я даже немного не об этом спрашивал. О том, что не пойдут сносить, у меня сомнений нет. Но вступятся ли за него, если завтра Путин, те самые там, совет ФСБ, захочет устранить от власть и повесить на него всех собак? А, нет, конечно, не вступятся. Ну, это опять же, может быть, даже эта специфика не только России, может быть, это и ко многим другим странам относится. Ну, нет, конечно, никто не вступится за него и, конечно, все про него забудут на следующий день, как забыли про Брежнева в свое время. Ну, я имею в виду, российского избирателя, что называется. Поэтому в этом плане на защиту российского народа ему точно не следует рассчитывать. Продолжение следует...